Друзья, всем привет! Я приехал в Приоско-террасный государственный заповедник. Здесь обитают зубры. Сейчас я отправлюсь на экскурсию, все вам покажу. Билет стоит 400 рублей, экскурсия по заповеднику. Это также находится в Серпуховском районе, как и страусиная ферма. Добавить пиртные напитки, курить. Ну и так, в общем-то... А зубры, то есть, здесь абсолютно вольно существуют, да? Просто прям... У нас они в неволе, можно так сказать. Сейчас расскажу, почему. Засетки. А кличи здесь энцефалитные бывают или только простые? Да, простые. Рысь, олень, мы не увидим с вами... А живая рысь обитает вообще или нет? Олень? Нет, рысь. Да, рысь есть. У нас в 2006 году рысь завезли. Это не ее ареал. На сегодняшний день 4 особи. Две взрослые, кошка и самец-самка. И два котенка. А волки живые есть? Волка нет. Они просто так бегают, да? Да, последний раз волка видели 6 лет назад. Дело в том, что заповедник огорожен частично. Где река, где грибные ягодные места, но также есть сквозные пролеты. Зубры... Ой, простите, зубры. Животные, звери могут зайти и выйти. Тут же лось, кабан. Зашли и вышли на территорию. Но там стоят фотокамеры, фотоловушки, да, еще так можно сказать. И на движение, и фотографируют. Вот почему рысей-то мы знаем 4. Значит, зашли и вышли. И вот последний раз зафиксировали волка. 6 лет назад. Три, словно разведчики. Зашли, они же стаи ходят, да? У нас здесь питомник 200 гитар огорожен. Ну и также уже владения есть, да, кордоны. Ну, в общем-то, как бы зашли, поняли, что места мало для их стаи. И вышли, ушли из нашего леса. 6 лет назад последний раз их видели. Ну, если есть желание, знаете, как я сейчас немножечко, или чуть подальше пройдемся, хочу рассказать историю. Это входит в программу создания заповедника. 19 июня 1945 года, сразу после окончания Великой Отечественной войны, был основан Московский государственный заповедник, который включался в 5 участков. Приворско-Дубнинский, Глубоко-Истринский, Верхний Клязьминский, Верхний Москопорецкий, 5 наших Преворско-Керасов-Непока участки. 3 апреля 1948 года мы все называемся заповедниками. Ну, тут я вам, наверное, простым языком скажу, пошло и поехало. Первых зубров завезли к нам 21 ноября 1948 года и открыли музей природы. Время тяжелое. К 1951 году две трети заповедников СССР были закрыты. В том числе и те четыре, которые я вам перечислила. А мы остались благодаря и существовым зубрам. И еще благодаря, знаете чему, недавно, 21 ноября 1948 года, ой, 2018 года было 70 лет питомнику. Ну, зубр день рождения отмечали, ну, как скажу, в кавычках отмечали. Ну, да, все-таки дата круглая была, 70 лет. И за 70 лет у нас родилось более 600 зубрят. И ни одна кличка не повторилась. Ну, и также недавно тоже было событие, тоже юбилей, 40 лет. В 1979 году, 19 февраля, секретариат ЮНЕСКО присвонил на звание биосферного заповедника. В биосферных заповедниках никакого нехотеста человека в природу. Только в одном единственном случае, это во время лесных пожаров. Вот, так что вот сейчас зайдем в лес, деревья повалены, лежат. Никто их не трогать, не убирать, клещей не травим. Взаимосвязь. Это 42 вида птиц, 41 из которых зимует. Видите, я вам сейчас покажу. Дупла, дятла здесь у нас. Синицы. В общем-то, 142 вида птиц. И, значит, вот, видите, лес не убираем. На питомнике, да, зубры мы вмешиваемся. К зубрам у нас там, я свою вам политику расскажу. Дело в том, что когда беременностью зубрится 9 месяцев, когда появляется маленький зубрёнок старшенького забираем, и формируем молодёжное стадо. Потому что рожает она одного каждый год у нас, потому что питомник, еда хорошая. Ну, всё расскажу подробно, более, наверное, вам на питомник, когда увидим зубров. Ну, а так, приглашаю. Здорово! Знаете, это загон маленький. Я точно вам говорила, что увидим 100%. Дело в том, что зубры, если бы не были красноркижные, в дикой природе жили бы 15-17 лет. Зимой только ветки, я вам говорила, с них лижут. А сейчас все в заповедниках есть кормовая база, да. Ну и вот, значит, здесь мы загон называем пенсионером. Зубрица 21 год, зубры 16 и маленькая мурашка. А сколько же живут они всего? Значит, в питомниках максимально зубрица жила 29 лет, в нашем 28 зубрица прожила. А зубры самцы живут на 10 лет меньше, 23 года максимальной продолжительной жизни. Зубрица половозрела становится в 3 года, а зубр в 5 лет. Зубрица будет рожать до последнего года жизни. Она вечно беременна, вечно кормящая бока у неё, видите, не маленькая. Так что как 3 года исполнилось, вот так и бывает, да. Если не родила, а словно расследование проводят. Либо бык внимания не обратил, тут уже его, знаете, как хочет он с ней отношения иметь, либо нет, или её в другой загон иначе переводят. Либо, вторая причина, ну как у женщин, болезни у них есть, но она остаётся, они краснокнижные, она остаётся в стаде, так же гуляет с ней, совсем не в стаде. Ну здесь вот, знаете, вот она обгладывает сейчас данное время, видите, ветки, 3-4 кг веточного корма ежедневно. Ну а когда зима, скудно, да, у нас сено, они 20 кг сено, взрослые зубы в день съедают, и так же комбикорум два раза в день в любое время года, и овощи. Закупаются недорогие, морковь, капуста, свёкла. Сначала закупали красную свёклу, с удовольствием ели, а уж сейчас к весне, знаете, стали кормовую, закупили. Они что-то так нос воротят, не очень. Но тут всё по старшинству ещё, к тому же. Сначала есть зубор, стам, совец, потом старшая самка, потом вторая, третья, четвёртая, детях никто не думает. Я вам покажу. У нас есть такие конструкции, называется детская столовая либо телячий борик. А там уже отдельно зуброводы кормят зубров. И от кормовой базы, от кормушки зуброва уходят погулять на расстоянии 6-7 километров. А у нас всего заповедник 4960 гектар. То есть эта площадь мала. В двух километрах от нас трассы Симферопольское шоссе. Очень риск большой, да, скажем так. И получается так, что зубры, в общем-то, те, которые ушли на оку, гуляли-гуляли лето. И вот наступает ноябрь месяц, выпал первый снег. Ну а в дикой природе зубры бы что зиму ели? Только ветки и лизали снег. Им грустно стало, да, можно так сказать. А нюх у них отличный. Возвращаются все зубры к нам на питомник. А мы пять пролетов все-таки поставили, а шестой оставили. Ну, просто лежать. Зубры вернулись. Инвентаризация считает животных. Все хорошо, благополучно решилось. Беременности зубрицы 9 месяцев. Ну, тут, знаете, словно под инвентаризацию. Из-за дерева выходит маленькая самочка. Только что появилась на свет. Через полтора часа зубрёнок встает на ножки после родов. Через два часа следует за мамой. Ну, видно, чувствуют, что инвентаризация 12 посчитали, а меня 13. А как так упустили? Ну, вот у нас 13 зубрёнок все благополучно вернулись. Ну, был такой случай однажды. А то есть молодые деревья зубры съедают сразу, да? Конечно, сразу веточный корм, 3-4 килограмма веточного корма ежедневно. Значит, семь самок беловежских и пять быков. Четыре быка беловежских, огромных. И один кавказец оказался в зоопарке, как оказался. Дело в том, что в 1907 году, еще тогда они не были краснокнижными, наш царь Николай Второй повелел. Отловите-ка на Кавказе зубры. Поймали маленького трёхмесячного зубрёнка. Подарил он его в Гамбургский зоопарк. Там он прожил 20 лет до 1927 года. С 1907 по 1927 год. Спаривался с беловежскими самками. Пошел под вид кавказско-беловежский. Да, то есть беловежские зубры существуют. Кавказца сохранить не удалось. В 1926 году, как убил браконьер, самки не было. То есть по-любому участок, кроме кавказца, до сих пор в мире не существует. Есть под вид кавказско-беловежский. В нашем загоне в любом кавказско-беловежский под вид. Если бы кавказцу удалось сохранить горные леса, вес примерно 850 килограмм, кучеряшки присутствуют и рожета. Вот посмотрите на нашу зубрату прапрадеду, что-то есть. Кучеряшки есть от кавказца, рожета присутствует. Но и самки наши вес имеют примерно 400-450 килограмм. Конечно, они все висит не каждый. То есть вот так существует сейчас в данное время кавказско-беловежский и беловежский. Спаривались корова и зубр. Зубр был самец, а рова, ну как самка, да. В Подольске. Пытались этот эксперимент, думают, ну что ж, да, 13-15% молока, да, у коровы-то в среднем 8 литров молока. Ничего интересного не вышло. Появилась маленькая зубра-корова, вот. Но интереса мало. Дело в том, что процент жирности молока был примерно около 5%, а в объеме 500 миллилитров. И зубры, в принципе, все равно остаются дикие звери, да. Они лесные жители. Если корова домашняя, да, там, к людям, да, с нормальным сельским хозяйством, то эта телочка была полудикой, да, полудикой. К людям она, хоть один и тот же человек подходил, как бы, все равно она не привыкла, не смогла привыкнуть. Девятая столовая-либо тебя это дворик. Видите, какая у них проходка? Безоны, знаете, жители скипаные, трава под корень. Не найдут нигде ни лесов. Безонка никуда не уходит вглубь леса. Где приспичило? В 9-10 мая два безоненка, наверное, родились в 18-м году. Прямо здесь мужчина-экскурсовод, вот Маша Хасимович, да, прошел. И вот два безоненка. Две самки, с ним 19-летняя Мастр и 7-летняя Мари, клички Сенаслопма. Ну, это мы так для себя решили. Первая безонка нам была звена в 1953 году по кличке Митса из Канады. И безон в 1954 году по кличке Кондор-2. Так и живет одна семья для сравнения. Вот сравнить мы, к сожалению, не можем. Видите, хвост, он не такой большой, на 30 сантиметров короче, чем у зубра. Голова словно вросший. Вот он сейчас идет боком. Голова всегда вниз. Если зубр тянется за веточным кормом, у него спина более ровная. Голова ярко выражена у бизона. Иначе все, голова вниз, она словно вросла. Спина покатая, словно выстражена полспины. Ноги передние у бизона короче. Ну и словно, как я говорю, одеты штаны. Потому что идут по степям колючки цепляют на ноги спокойно. То есть это как защита является. Также нос у них отличается, борода даже у самок есть. Ну и рога у них растут словно от ушей человеческим языком. Сказать, если у зубра сверху, у бизонов нет. А сколько бизонов в России? Бизоны в России не живут. Жители Северной Америки и Канады. Если они живут только в зоопарках и засадках. Вот у нас сейчас, у них был один общий предок. Дикий лесной бык. И вот одни быки пошли в леса, это зубры. А другие оказались на другом континенте. Я вам в музее рисунок покажу. Это бизоны, степные жители. И вот у них все схоже. Беременность 9 месяцев. Маленькие малыши появляются на свет. Так же вес 19-23 килограмма. Только едят одни под корень траву. И рожать где придется. Да, в степях лес не найдут. А так все схоже у них. У зубров и бизонов 32 зуба. Постоянная температура тела 39 градусов. Мы уже врача себя вызываем. А им комфортно. Минус 50. Я говорю, и те, и другие выдерживают спокойно. Лето не любят ни те, ни другие. Численность бизонов 500 тысяч на планете. 5% государства. Остальные все в частных руках. Их популяция нормальная. И вот, значит, одна семья для сравнения. Бизоняты. Когда появятся малыши на свет, если зубров мы отнимаем, молодежное стадо, то тут даем объявление разместятых либо в зоопарке, либо в засаду. На территорию России их не выпускают. Легко спариваются. Да, существует такой зубр-бизон. Но видите, только таких зоопарк. Это ханурик. Привет. Бедный зверь спать хочет. Я фото. А сейчас тебе видите делать? Не знаю. Взял и видел. Смотри, какая лапа. Синовал. Здесь вот видите, вот такой цвет. Примерно таким цветом малыши появляются на свет. Они вот не оранжевые, светло-коричневые, что ли, вот дубрята. И никогда в жизни вы их не сфтографируете. Я сейчас ее вижу после полугода. Появляются на свет они, конечно, шишечками на голове. Ну и цвет меняется. Вот у меня тут рыжие, я вам показывала, какие. Потом зеленеют. Ну и цвет из зубр. Скоро тоже уйдет в молодежный стадо. Мамушка, красотулечка. Красотуля. Скоро у мамки появится новая малыш. Это 7-летний молот, 8 лет назад случилось несчастье. Этот зубр, знаете, пришел на уши. На зуброводов вы сегодня видели, да? Разбородочий, каждую смену. В общем, первые два дня одна смена, потом другая. И они уже на страже. Они один десяток лет работают. Кто-то 10, кто-то 15. Смотрим, зубр стоит и, словно, машет головой. Не ест странно, а за ним самки достроились. Подошли поближе. Оказалось, что зубр это сломал челюсть в течение дня где-то в лесу. Да, и стоит он есть, пить хочет, но, однако, не получается ничего. Даже я руководствую, что не буду убить животное. Убили голову, повесили. Причины смерти описываем, да? То есть, если причин смерти, например, несчастность, то чего, написывается подробно. Если по возрасту, то он тоже это описывал. И вот он так сам в развитии сел, 7-летний. Вот произошла наш зубр. Сейчас он там как с копами, да? Он с челюсть самку. Чем-чем вывезет гно. Хорошо, я бы с удовольствием рассказала, но мы немножко на петербурге подрадежались, честно сказать. Если будет срок свой. Я просто боюсь, что Дарья там, видите, какие группы большие. Возможно, не справятся. Меня пригласят еще на одну эхо. Молодой четыре уже ходят. Это все звери, которые здесь обитают, да? Не все. Голдару, вы пятидествовали, не видите, да? Преводили струху в филина. Филина, а он есть. Не, ну в смысле, которые экспонаты есть, они обитают здесь. Обязательно, потому что есть там. Кабана, Тосима, 2019 год. Вес от 80 до 150 килограмм. Максимальный вес 300. Кулаки когда-то были покатить. Здесь не по-русски дошли. А, там же просто дети были. Да, там же ничего не осталось. Она как замки носит.